Здравствуйте, уважаемые посетители моего сайта! Вот мы и подошли к концу изучения нашего курса, и это последнее завершающее видео этого сайта. И сегодня я хочу с вами разобрать, на мой взгляд, самое сложное уравнение с 13 задания, которое я когда-либо видел. Честно признаться, я и сам не сразу разобрался в решении данного задания, но когда все осознал, то вообще удивился, как это было просто. Ну что ж, приступим. Нам надо на задание решить вот такое уравнение. Обычно я не выписываю уравнение из бланка, когда решаю такие задания, а сразу приступаю к работе. Но вот сейчас его лучше переписать, чтобы была видна структура данного задания. Как мы все знаем, дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель при этом не теряет смысла. Поэтому записываем в систему сначала нули числителя, а затем ОДЗ уравнение. Преобразовываем два получившихся уравнения, при этом не ленимся таскать за собой ОДЗ, потому что так вы не забоете его и не ошибетесь при решении. Ну а теперь я покажу вам способ, который до этого задания никогда не показывал. Нарисуем тригонометрический круг и добавим к нему линию тангенсы. Исходя из ОДЗ, заштрихуем часть чертежа, которая ей не удовлетворяет. Отметим на ней синусы, равные корню из двух на два и минус корню из двух на два, а также тангенс, имеющий значение минус корень из трех. Исходя из рисунка, эти пять корней не удовлетворяют условию нашей ОДЗ, а значит мы про них просто забываем. Остается тангенс х равен минус корень из трех и оставшееся условие ОДЗ, х больше нуля. Отсюда х равен минус π на 3 плюс 2πn, где n принадлежит зад. Ну что ж, вот мы и решили это, казалось бы, сложное, на первый взгляд, уравнение. Там, где я увидел это задание, не было заданного промежутка для нахождения корней, но если бы он был, я уверен, что вы смогли бы и решить его. Ведь вы уже так много знаете и умеете. Вот и подошла к концу наша подготовка. Спасибо, что воспользовались именно моим сайтом для изучения науки тригонометрия и дошли в своих начинаниях до самого конца. Удачи вам на экзамене. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok